Почему нельзя пить алкоголь? Потому что сам Иисус Христос на Тайной Вечере сказал апостолам, «Отныне не буду пить до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Всем христианам известно, что Христос — глава Церкви, а мы — Его тело. Если голова говорит, что не будет пить алкоголь, может ли тело выпить? Разве что через клизму. Давайте не будем клизмами в теле Иисуса Христа. Не будем заливать алкоголь в Церковь. Христос — глава, господин и хозяин Церкви. Он сказал, что не будет пить до брачного небесного пира, а значит и мы, Его тело, не будем в обход головы совершать этот акт. Но в этом и фокус. Если голова, а Иисус — голова, Он говорит, «Я не буду пить до того времени, когда мы не будем уже в Царстве у Отца Небесного от плода виноградного», то значит, если я действительно пытаюсь внести это, то получается, я тогда как клизма. А я не хочу быть клизмой в теле Иисуса Христа. Такого откровения я не имею. Что говорит Бог и Библия об употреблении алкоголя? Мы видим результаты пьянства в инцесте лота со своими собственными дочерями. Слово Божие содержит выразительные заповеди от Господа. Не пить вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою. Когда входите в скинью собрание, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши. При Ветхом Завете, если родители приводили сына к старейшинам города и говорили «Сын наш буян и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница», тогда побивали его камнями до смерти. Мать Самсона – это пример материнства в исполнении заповеди Божьей. Не пей, ведь младенец твой от чрева и до смерти будет на заре Божий. Анна – пример бесплодной, скорбящей духом женщины, которая воздерживается от вина, изливает свою душу перед Господом и получает сына, который становится великим пророком и судьей Божьим. Навал – жадный человек, который противостоял помазаннику Давиду, потерял уважение своей жены и умер после пьяной гулянки. Амнон в пьяном угаре был убит своим братом Авесоломом. Дети Иова пировали и пили, когда были поражены в циклоне. Насилие – это результат пьянства, говорит Библия. Вино глумливо, секера буйна. И всякий, увлекающийся ими, неразумен. Когда мы покаялись, обратились, у меня дома в подвале были бочки такие, там на 40 ведер, на 60, на 80 ведер. И таких бочек много было. И, конечно же, они были с вином, и пришло время, что что... Или это надо выпить все. А это тонны, понимаете, виноградники дома растут и так далее. Или это пришлось вылить. И когда мне помогали выливать парни, они говорят, на дорогу. Знаете, давайте вылим эту дорогу, давайте, во славу Господа. Мы просто это все... Сливали эти тонны на дорогу. И они говорят, если наши друзья узнают, они нас, говорят, закопают живьем. Поэтому, если ты вдруг борешься с этим, с такашкой какие-то, то у меня тонны были этого зелья. Если я покаялся, я понял, кто мой глава. И откуда должна приходить радость. То мы очень быстро решили этот вопрос. Кто любит веселье, обеднеет. А кто любит вино и тук, не разбогатеет. Пьянство ведет к нищете. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Алкоголь приносит боль всем, кто пьет. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Алкоголь заполняет ум человека прелюбодеяниями и нечистыми мыслями. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Бесчувственность следует за пьянством. Ты скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Алкоголь формирует привычки. Один стакан вызывает другой. Когда проснусь, опять буду искать того же. Цари и другие правители не должны пить. Не царям, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых. Алкоголь можно использовать только в качестве медицинских препаратов. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Знаешь, и люди некоторые говорят, но все-таки вот Павел же написал Тимофею. Да. Он написал, но там сказаны некоторые вещи. Одна вещь, например, сказана, делай это немного. Так написано, да? Что немного это делай. И второй момент, что Тимофей болел. На сегодняшний день, ты знаешь, море лекарств, которые изготовлены на спиртных напитках. Так или нет? Ну, ты же не можешь, если тебе выписали лекарства, ты вместо того, чтобы лекарства... Да чего это я там 10 этих капель? Я пойду лучше стакан самогона. Так или нет? Или врачи раз себе хотят. Да нет. Что это? На тебе лучше 3 литра самогона, 3 литра водки там тебе, 3 литра коньяка. Вот это твое лечение. Как будто прописывали такое врачи лечение. Нет? Нет. Но они прописывали за это много лекарств, которые действительно содержат тот же там какие-то спиртные моменты. Улавливаете, да? Я скажу тебе больше. Для духовных людей. Знаешь, как это было в моей жизни. Как это было в жизни Тимофея. И как это было в жизни людей духовных. Где-то 18 лет назад мне поставили плохие диагнозы, и одним из диагнозов был рак. Когда поставили, мне давали несколько лет жизни, и говорили, что я уже долго жить не буду. И как я решал эту проблему? В больнице сказали, помочь особо не могут, могут резать. Ну, это не важно. Суть в том заключается, что каждое утро, или каждую там ночь, ну, рано с утра, когда я просыпался, я остановился на молитву. И каждое утро я пил немного вина, так называемого, но это не было вино. Я совершал вечерю Господню с молитвой. Каждое утро, когда я Богу молился, я пил, немного наливал, и с молитвой преломлял хлеб, и пил немного вина. Знаешь, это очень сильно похоже на то, что происходило у Тимофея. Я думаю, они с Павлом понимали, о чем идет речь. И если посмотреть в жизни многих людей, например, Дерек Принц был, тоже он говорит, когда мы переходим, эти какие-то моменты в жизни, духовные моменты происходят в нашей жизни, говорит, подобные вещи происходят. Мы рано с утра молимся, и каждый день мы принимали вечерю Господнюю. Кто-то получил ответ сегодня? Да. Аллилуйя. Соломон писал, «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. Суета-сует, все суета». Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук его не помышляют. Пророки и священники ошибаются через вино, шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Бог делает выговор пьющим пасторам. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корость. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Пророк Даниил воздерживался от вина с царского стола, и Бог уважил его, показав ему будущее мира. Правитель Вавилона со своим окружением пили вино, славили своих идолов, и пришло разорение и падение нации. Рука от Господа написала на стене. Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен и найден очень легким. Разделено царство твое и отдано медианам и персам. Пророк Иоиль взывает. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино. Молодых девушек продают по цене алкоголя. Сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы. Они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Алкоголь приводит к позору и унижению. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты и показывай срамоту. Обратиться и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Пьяницы предупреждены о возвращении Христа и его суде. Если же ты, будучи зол, скажешь в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнешь бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин твой в день, в который ты не ожидаешь и в час, в который не думаешь и рассечет тебя и подвергнет тебя одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Величие Иоанна Крестителя связано с его полным воздержанием. Он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от жрева матери своей. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновой и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся. Иисус отвечает, и сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, потому что с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених и тогда будут поститься. Вот вам ответ, можно пить или нельзя. Иисус говорит, могут ли печалиться гости на свадьбе был пир, когда Иисус пришел, и поэтому Он с этой стороны пришел. Где вы видели, что на свадьбе люди не веселятся, не пьют и так далее, не отдыхают? Тем более у евреев. Где вы такое видели? Вы вообще не понимаете, о чем вы говорите. Но! Что он дальше говорит? Пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених и тогда будут поститься. Аминь! А теперь скажите мне, когда жених был забран, когда Иисус ушел? Где апостолы квасили? Где Библия говорит? Гасите, заливайте, давайте. Черным по белому Иисус сказал, это было только тогда, когда Он пришел и когда Он был забран. Все! Аллилуйя! поэтому Павел, он четко говорит, помните, да, в Коринфинах, он говорит, только будете принимать, когда это вспоминаете о Христе, когда это вечеря Господня, когда смерть Его возвещаем. Аминь! Кто-то получил откровение? Пьянство приводит к преткновению брата. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Пьяницы не наследуют Царство Бога. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего не наследуют. Святое причастие и вечеря Господня это не выпивка, а воспоминание Его смерти. Христос сказал, эта чаша есть новый завет в Моей крови, это творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Теории ходят, можно пить. Слышали, да? Что вы думаете, в Библии написано? Вы что, не считали, что Иисус пил? Апостолы пили, вы что, не считали? Поэтому можно пить. Я тебе хочу сказать, нельзя. В Библии написано, нельзя пить. Нет. В Библии написано четко и конкретно нет. Что апостол Павел пишет? От самого Господа приняли. Что это делать только, принимать, да, вечерю принимать вино, только когда вечеря Господня. Выпивка и наполнение Святым Духом несовместимы. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Божий стандарт. Епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, дворлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Будем хранить и исполнять высокий стандарт Божьего Слова.